Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габешия. И в начале коротко о некоторых темах выпуска. Глава Сочи оценил результат недавнего субботника. В Костинском районе в ходе осмотра выявился целый ряд недочетов. Нежеланное наследство. САХ вывез мусор с территории завода, а теперь вынужден убирать кучи отходов на соседнем участке. Еще один приют для бездомных животных планируют открыть в Сочи. Место определено. Территория птицефабрики. Зачем Сочи? Центры поддержки предпринимателей. Словом и делом здесь помогают бесплатно. Льготные кредиты и доступные энергоресурсы. Как помочь малому и среднему бизнесу встать на ноги, говорили сегодня губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов. Бизнес-омбудсмен высоко оценил созданный в регионе фонд развития промышленности. Он позволит выдавать кредиты под сниженный процент для тех, кто работает в реальном секторе экономики. Для нашего региона свойственно, что в структуре малого и среднего бизнеса 60% занимает в основном торговля и услуги. Тем не менее, мы пытаемся сделать все, чтобы развить реальный сектор экономики. Нам сегодня принципиально важно, чтобы мы все-таки двигались от услуги торговли к конкретным отраслям промышленности, к конкретной переработке. Но самая серьезная проблема для нашего региона – это дефицит энергоресурсов. Сегодня нет необходимости говорить о дальнейших способах развития малого и среднего предпринимательства, если мы не решим проблему дефицита энергоресурсов. При вашей поддержке нужно кардинально перестраивать взаимоотношения естественных монополий, энергоснабжающих ресурсов, снабжающих организаций в сторону все-таки малого и среднего бизнеса. Проблема, которую вы сказали – электроэнергетика, тарифы естественных монополий, проблема подключения к сетям – для нас в разговорах с предпринимателями выходили на первый план. Поэтому здесь мы должны работать тоже вместе. Мы объехали даже сегодня только уже несколько мест в Краснодарском крае. Могу сказать, что по сравнению с другими регионами Кубань чувствует себя лучше, чем все остальные. И малый бизнес, и более крупный бизнес. А что еще лучше – на 41% за последние пять лет увеличилось количество высокопроизводительных, современных рабочих мест. То есть идет модернизация производства. Сегодня доля малого и среднего бизнеса в валовом продукте Краснодарского края достигает 33%. На Кубани этот показатель намерен увеличить до 50%. Помочь в этом в качестве уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов готов лично. Тем более, что бизнес-омбудсмен решил переехать в Краснодарский край и получить прописку в Новороссийске. Глава Сочи оценил результат недавнего субботника в Хостинском районе. В ходе рабочей прогулки выявился целый ряд недочетов, которые исправить нужно в короткий срок. После прошедшего в выходные субботника глава города пообещал лично проверить результат. Начали с парка имени Фрунзе. Здесь вовсю идет уборка. Но внимание мэра привлекают, на первый взгляд, мелкие недочеты, из которых рождается общая картина благоустройства курорта. Вместе с Анатолием Пахомовым на обходе сотрудники администрации Хостинского района. Своеобразное совещание на выезде позволяет моментально делать выводы и принимать решения. Почистить склон, восстановить тротуары и участки дороги, разбить клумбу и срочно заменить фасад уличного туалета. Поручения главы города тут же вносятся в протокол. Время на работу над ошибками немного. После ее выполнения обход вновь состоится. Поставлена задача перед департаментом дизайна городской среды, перед главами районов о том, чтобы мы прошли буквально по всем микрорайонам города. Нам сегодня надо готовиться к чемпионату мира по футболу. И времени осталось не так уж и много. И естественно, что город, в общем-то, к чемпионату мира готов. Но тем не менее, надо обновить все то, что мы сделали к Олимпийским играм. Если городские парки и скверы, как отмечают многочисленные гости, ухожены, то придомовые территории требуют наведения порядка. И это в первую очередь зона ответственности управляющих компаний и самих жителей. Ольга, 10-го телекомпания, ФКТ. Спецавтохозяйство завершило очищать территорию мусорного завода на транспортной и теперь продолжает убирать соседний участок. Я напомню, бывший арендатор этой площадки должен был сортировать мусор и ввозить его на полигоны края, что не делалось в полном объеме. В итоге, в прошлом году на территории завода ТСМ скопились гигантские горы мусора. Мэрия подала на предприятие в суд и выиграла. Теперь площадка принадлежит спецавтохозяйству. САХ по уборке города зашел на эту площадку на улице Транспортная в конце января. В целом территория была очищена от огромных мусорных куч, которые накопил бывший арендатор. Мусор с самой площадки был вывезен полностью, однако часть мусорной массы лавиной сошла на соседний участок. В итоге 500 тонн отходов засыпали зеленый склон. Предыдущая компания «Эксплотант» накопила критичное количество отходов, не осуществляла своевременный вывоз, что привело к поломке ограждения. Сейчас эту территорию со сложным рельефом САХ очищает собственными силами. На склоне работать достаточно сложно. Приходится делать это вручную и с использованием малогабаритной техники, что, конечно, значительно замедляет процесс. Но рабочие не останавливаются, трудятся даже под проливным дождем. Сейчас уже удалось ликвидировать около 170 тонн мусора. Остальные планируют вывезти в течение ближайших пяти дней. МОП «Водосток» за год в два раза увеличила объемы производства. Итоги работы предприятия подвели накануне в администрации города. Главное предприятие удалось вывести из глубокого финансового кризиса и перевести в ряд стабильно функционирующих. Более чем на 60% увеличилась абонентская база. Заключены договоры с такими крупными потребителями, как образовательный центр «Сириус», ледовая арена для хоккея с шайбой, центр художественной гимнастики. В этом году планируется взять на обслуживание и новых абонентов и взыскать долги со старых, в том числе и в судебном порядке. Актуальной проблемой для «Водостока» по-прежнему остается обслуживание без хозяйных сетей. Часто на территории, где находятся потенциальные абоненты, отсутствуют сети ливневой канализации, либо существующие сети являются бесхозными, в связи с чем заключение абонентского договора невозможно. За отведение поверхностных сточных вод с территории, занятой жилищным фондом, бюджетными организациями, плату МУП не берет. Расходы предприятия не покрываются в полном объеме. У нас тариф самый низкий по стране, который не менялся с 2013 года, уже пять лет. И, естественно, предприятие нуждается в поддержке. Это по поручению главы сделано в 2017 году. Мы в 2018 намерены продолжать поддерживать это предприятие. В этом году водосток планирует принять на баланс без хозяйной сети, приобрести спецтехнику – и лососы, и каналопромывочные машины, организовать мобильные аварийные бригады в каждом районе города. Новая лаборатория позволит МУПу контролировать экологическую безопасность города. Контроль за неканализованными территориями города и отслеживание работы локальных очистных сооружений – еще одна задача, которую ставит администрация Сочи перед предприятием. Еще один приют для бездомных животных планируют открыть в Сочи. Место определено – территория адлерской птицефабрики. Здесь будет создана необходимая инфраструктура для ветеринарного обслуживания животных. Существующий с 2014 года питомник в Хостинском районе тоже ждут изменения. Принято решение его благоустроить. Накануне на совещании общественники, занимающиеся проблемами бездомных животных, представители администрации города и района, руководители коммунальных предприятий и депутаты ЗСК составили поэтапный план действий. Работа по организации временных приютов для бродячих животных началась в Сочи до Олимпиады. Теперь она будет усилена к чемпионату мира по футболу. Речь идет исключительно о гуманном отношении к бродячим животным, подчеркивают представители власти. К четырем существующим в городе приютам планируют построить пятый – на территории адлерской птицефабрики. Уход за питомцами на себя берут волонтеры и меценаты. Он будет на территории птицефабрики, в старых вольерах, где выращивалась птица. Территория определена, ветслужба ее посмотрела, Россельхозназор тоже принимал участие. Собственно, ветеринарные требования уже подтверждены, что там все получается. Сейчас готовится схема и, собственно, смета по созданию этого приюта. В ближайшие месяцы начнется работа и по благоустройству приюта, расположенного в Хостинском районе. Земельный участок площадью почти 5 гектаров в 2014 году муниципалитет передал автономной некоммерческой организации «Добромир». Здесь же развернулись еще три приюта – «Поводок», «БИМ» и «Право на жизнь». Муниципалитет освободил их от уплаты аренды земли и налогов. Взамен там содержат собак, оказавшихся на улице. Принято решение подвести на участок коммунальные сети и благоустроить подъезд к нему. Коммунальщики пообещали общественникам активно включиться в процесс. Большую часть работ планируется сделать к июню-июлю. В этот же срок начнет работать и адлерский питомник. Начнет он работу, конечно, уже к чемпионату мира. Я думаю, срок достаточно серьезный. Что касается питомника в Хостинском районе, в селе Барановка, то там уже сделают к этому времени дорогу, проведут все сети абсолютно спокойно, сделают ночное освещение, поставят камеры видеонаблюдения и огородят большую часть территории. Территория огромная, 5 гектаров, так быстро, конечно, не огородить. В замену арендаторы должны выполнить все предписания ветнодзора, в том числе создать резерв свободных вольеров, огородить территорию для выгула и установить дезбарьеры. Ежемесячно в приютах 10 собак находят себе новых хозяев. Но сколько остается на улице по вине человека, сказать сложно. У нас сейчас большинство животных, которые выброшены на улицы, не потому что они бесхозные родились там, а потому что они выброшены хозяев. Это хозяйские животные. Поэтому я очень рада только одному, что все-таки город и все-таки общественность, как бы сложно ни было, повернулись лицом и несут солидарную ответственность за то, что происходит. В этом году на отлов и содержание безнадзорных животных из регионального бюджета выделено свыше 3 миллионов рублей. Администрации Сочи принято решение выйти с инициативой в край об увеличении этого вида субсидий. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи сегодня состоялось очередное заседание Совета по противодействию коррупции. Подобные совещания проводятся регулярно под председательством главы города Анатолия Пахомова. На совещание пригласили сотрудников правоохранительных органов, глав районов, начальников управления мэрии, сотрудников муниципальных предприятий. Всего около 200 человек. На заседании Совета обсуждались дальнейшие шаги по совершенствованию антикоррупционной политики в Сочи. Глава города Анатолий Пахомов отметил, что несмотря на все принятые меры, ежегодно из городской администрации увольняют до 10 человек за коррупционные проявления. Работа ведется очень жестко, отметил глава Сочи. Так, например, сегодня на совещании сразу несколько сотрудников мэрии получили строгие выговоры за затягивание сроков рассмотрения актов прокурорского реагирования. Ну а прокурор, в свою очередь, напомнил, что таким сотрудникам может грозить не только дисциплинарная, но и административная ответственность. Вопросы коррупции, вопросы, связанные с преступлением, они являются одними из главных вопросов, которые каждый чиновник должен понимать. Я не раз говорил, что пришли в администрацию служить, потому что служащие. Поэтому говорить о какой-то бизнесе или зарабатывании денег, это просто надо это, по сути дела, исключать из своих пониманий, даже если они есть. Также был рассмотрен вопрос о грубых нарушениях, допущенных униципальными служащими при обращении граждан с вопросами, которые касаются земельно-имущественных отношений. Простой сочинец должен быть всегда на первом месте, отметил Анатолий Пахомов. Решение его сложных в правовом плане вопросов всегда должно стоять во главе угла. Также было отмечено, что на следующем совещании будет проанализирована работа мупов, водоканал, теплоэнерго, САХ и других. В Сочи работает Центр поддержки предпринимателей. Появился он в конце декабря. Его главная задача – помочь малому и среднему бизнесу. Сейчас на курорте действует больше 41 тысячи субъектов предпринимательской деятельности. И такой центр был просто необходим в нашем городе. Его открытие поддержал глава города Анатолий Пахомов. О том, как и чем помогают предпринимателям, расскажем в нашем сюжете. Работа в цехе кипит. Совсем скоро горожане увидят новые вывески на улицах. Это рекламное агентство является семейным делом. Представители малого бизнеса на рынке с 2005 года начинали скромно, но сейчас уже вышли на серьезные заказы. И вот возник вопрос о дальнейшем расширении и обновлении оборудования. Имея свой базис на данный момент, да, это, конечно, хорошо. Мы в этом уже специалисты. Нам хочется дальше, больше. Ну, соответственно, пополнять цех станками, да, к примеру. С целью чего мы, собственно говоря, в Центр поддержки и обратились. На данный момент вот собираем документацию. Достаточно, в принципе, все легко и просто. Там все объясняют достаточно подробно. В Центр поддержки предпринимателей рекламное агентство обратилось за займом на выгодных условиях. Деньги пойдут на новый станок для печати. Помимо займов специалисты Центра помогут решить юридические вопросы, разобраться в документации, а также разработать стратегии дальнейшего роста. По сути дела, оказывается поддержка уже действующим предпринимателям, которые нуждаются в какой-то услуге государства. В том числе мы собираем комплект документов по микрозаймам для фонда микрофинансирования. По любым, по юридическим, по правовым вопросам предприниматель может обратиться в наш Центр. Также здесь проводят мастер-классы и семинары для предпринимателей. Специалисты заинтересованы в поддержке малого и среднего бизнеса. Помощь осуществляется на безвозмездной основе. Ольга Десятого, телекомпания, ФКТ. В Сочинском институте РУДН состоялось торжественное заседание ученого совета, посвященное Дню российской науки и 57-летию Российского университета дружбы народов. ВУЗ существует в стране более полувека и все это время славится своей научной деятельностью. Вот и сегодня здесь чествовали научно-педагогических работников, а новых почетных членов ученого совета Сочинского РУДН облачили в академические мантии. В День науки ученый совет университета принял в свои ряды новых членов Алексея Рынзина, директора Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур, Игоря Никитина, директора гимназии номер 8, и Виктора Филонова, председателя городского собрания Сочи. У городского парламента с РУДН давние партнерские отношения. Помимо всего прочего, директор Сочинского института является председателем Общественной палаты курорта и возглавляет в городском собрании комиссию по взаимодействию с общественными организациями. Для того, чтобы эти документы были хорошо отработаны, чтобы они были на пользу нашему городу, нам нужны были квалифицированные эксперты. И вот эти эксперты как раз и есть, это ученые, это преподаватели РУДН. Поэтому мы опираемся на их опыт, знания. Для нас очень приятно, что у нас есть совместные программы, на самом деле. В нашей школе работают преподаватели РУДН, у нас есть совместная программа. И я надеюсь только, что мы эту программу сделаем более широкой, более глубокой, потому что нам есть чему учиться друг у друга. Сегодня Сочинский институт РУДН – это отличная площадка для ученых. В том числе и международное сообщество здесь работает над созданием проектов. Активно функционирует в УЗИ и студенческое научное сообщество. Мы работаем по всем направлениям. И в области законотворчества, в области исследования нашего национального достояния и России, и города Сочи, в области истории, филологии, философии. Я предполагаю, что весь Юг знает о наших результатах работы в области естественно-научного блока. После торжественной части, посвященной Дню науки, в РУДН обсудили актуальнейший вопрос современного общества – сохранение русского языка как одного из важнейших образующих компонентов государства и культуры. Галина Моисеева, Инга Габеша, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго.